Здравствуйте! В эфире Якутия 24, новости экономики. В студии Евгений Баженко. Регионы смогут выпускать свои облигации займа для населения, а доходы от их продажи направлять на инфраструктурные проекты. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Программа продажи облигаций федерального займа физлицам стартовала весной прошлого года. Первая эмиссия на сумму порядка 30 миллиардов рублей была раскуплена очень быстро. Срок обращения облигаций составляет три года. Средний доход по ним превышает среднюю ставку банковских депозитов. Медведев предлагает увеличить эмиссию до 100 миллиардов и дать возможность регионам выпускать свои ценные бумаги. Этот опыт уже действительно у регионов есть. И, в принципе, эти облигации можно выпускать всегда и без разрешения премьер-министра. Но здесь вопрос стоимости привлечения. Потому что выпуск облигаций – это достаточно дорогое удовольствие, особенно если его проводить через физлицы. Это нужно давать дополнительную рекламу, платить агентам. И здесь нужен очень четкий расчет. Выгода – это, прежде всего, привлечение денег. То есть, если республике нужны деньги, скажем, а нет возможности по каким-то причинам выпустить обычные облигации, либо доходность будет там слишком, придется давать высокую, то тогда имеет смысл подумать о том, чтобы именно привлечь деньги населения. Якутия заняла третье место в Дальневосточном федеральном округе и восьмое место в стране по приросту валового регионального продукта. А также вошла в десятку субъектов с наиболее развитой экономикой и в топ-15 регионов Российской Федерации по росту промышленного производства. Данные приводит компания «Медиалогия». В настоящее время в Якутии обеспечивается 20% совокупного внутреннего регионального продукта Дальнего Востока, 30% всего объема частных инвестиций и 34% налоговых поступлений в федеральный бюджет, при том, что проживает в республике всего 16% населения округа. В России могут исчезнуть рынки, в том числе сельскохозяйственные, предупредил в интервью российской газете заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. По данным Росстата, сегодня на всю страну осталось немногим более тысячи рынков, что в пять раз меньше, чем 10 лет назад. Связано это с ужесточением законодательства, согласно которому рынки разрешено размещать только в капитальных зданиях, вне зависимости от местных условий. Чтобы рынки не исчезли совсем, Минпромторг разрабатывает законопроект, который даст регионам право самим определять обязательность размещения рынков в капитальных зданиях. Причем это будет касаться всех типов рынков. Поиск решения по скорейшему возобновлению работы «Рудника Мир» – главная задача открытого конкурса, который объявила Алроса. На сегодня компания провела первичную оценку заявок конкурса. По итогам отборочного тура к следующему этапу допущено 33 заявки. Большинство поступило из российских городов. Это Москва, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Якутск. Одно предложение поступило из Южноафриканской республики. 12 марта будут определены финалисты конкурса, а 21-го победитель. Автор лучшего проекта получит вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей. Общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн. Министерство финансов считает нецелесообразным изменять ставку НДФЛ и имущественные налоги для граждан, заявил журналистом министр Антон Силуанов. Он подчеркнул, что является противником изменения ставки НДФЛ. «Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается. Население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, ее прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна», – заключил Силуанов. Напомним, что с 2019 года правительство планирует изменить параметры налоговой системы, однако обещает, что общая фискальная нагрузка повышаться не будет. Аэрофлот с начала 2018 года поднял заработную плату командиров воздушных судов Boeing 777 и Airbus A330 до 650 тысяч рублей в месяц. Как отмечают в компании, максимальный размер зарплаты достигается при стаже работы не менее трех лет, а также при наборе общего полетного времени в 900 часов за календарный год. В эту сумму входят все выплаты, включая дополнительные ежеквартальные поощрения. По итогам 2017 года профессия командир воздушного судна была признана самой высокооплачиваемой профессией в стране. Два законопроекта, которые будут регулировать криптовалютный рынок в России, внесут в Государственную Думу до конца февраля. Об этом рассказал в интервью российской газете на российском инвестиционном форуме в Сочи председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Здесь либо мы внесем этот законопроект в отсутствие обращения, а потом будем дискутировать уже на площадке Государственной Думы, либо наоборот. Включим вопросы, связанные с обращением криптоинструментов в России, с обменом фиатных денег на криптоинструменты, а потом уже в ходе дискуссии будем определяться, оставить эту позицию или нет. Строительство школы номер 35 в Якутске для детей с ограниченными возможностями получит финансирование из федерального бюджета. Проект вошел в план социально-экономического развития дальневосточных регионов, который обсуждался 14 февраля в Москве на заседании правительственной подкомиссии. Участие в заседании принял глава Якутии Егор Борисов. Всего непосредственно на строительство школы из федерального бюджета выделяется около 360 миллионов рублей. Общая стоимость проекта около 500 миллионов. В Нюрбинском районе Якутии отобрали кандидатов для работы и стажировки на Верхнем Унском месторождении, которое начинает разрабатывать Алроса. Представители компании и Республиканского госкомитета по занятости провели собеседование в Нюрбе, а также в селах Малыкай и Маар. Всего работой заинтересовалось 603 человека, из которых по критериям подошли 108. Еще 211 человек направлены на профобучение и стажировку подразделения алмазной компании. Далее собеседования пройдут с жителями Вилюйского и Верхневилюйского районов. Всего в соответствии с республиканским проектом «Местные кадры в промышленность» Алроса трудоустроит на Верхнем Унское месторождение около 600 якутян. В этом году цены на нефть будут колебаться в пределах 50-70 долларов за баррель. Идет процесс стабилизации, снижаются излишки нефти на рынке, сообщил в интервью телеканала «Россия-24» министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Сегодня очень хорошие цены для нас складываются, приемлемые. И благодаря в том числе тому, что идет ребалансировка рынка, благодаря действию соглашения между странами ОПЕК и НЕОПЕК, благодаря тому, что компания продолжает инвестировать. И для России это очень сейчас хорошая и цена, и стабильная ситуация на нефтяном рынке. Курс рубля останется стабильным. Девальвация 2014 года не повторится. Так считает глава ВТБ банка Андрей Костин. Свою уверенность он мотивирует выводами мировых рейтинговых агентств Standard & Push и Fitch, которые 23 февраля должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга Российской Федерации. На сегодня эти агентства присвоили России рейтинги BB+, с позитивным прогнозом и BBB- с позитивным прогнозом. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с Якутия-24.